Мы купили для Бадди новую игрушку. Ну, вернее, не игрушку, а такой кармашек, куда он может прятать свои вкусняшки. Смотрите, как Бадди его воспринял. Стоило мне зайти с этим кармашком, Бадди тут же запрыгнул внутрь. Осторожность, присущая дикому зверю, ему совершенно не свойственна. Бадди с любопытством исследует все новые предметы, оказавшиеся в доме. Я кинула в кармашек мячик и повесила кармашек на его лесенку. Бадди понравился кармашек, но он очень хотел играть и очень хотел что-нибудь кусать. Поэтому он пошел к своей игрушке-кусалке. Сейчас сниму его поближе и вы увидите, как он играет с кусалкой. Когда он слишком сильно играет с моими руками и слишком больно кусает, он после того, как я запрещаю ему это делать, я говорю, мне больно, он бежит кусать свою игрушку-кусалку. Вот, видите, сейчас я вешаю тапочки на его лесенку, но кармашек его интересует больше. Ну, потому что кармашек новый и он очень удобный для того, чтобы там что-то прятать. Надо сказать, что с игрушками Соболь неприхотливая животинка. Он играет с различными кармашками. Вот, вы видите, я повесила тапки на лесенку его. И ему уже нравится в них что-то прятать, запрыгивать туда и что-то там делать. А вот он наслаждается кармашком своим новым. Многие, кстати, спрашивали, как выглядят лапки Соболя с обратной стороны, со стороны подошвы. Вот так вот они выглядят, полностью волосатые. Такими они становятся зимой. Это Соболю помогает не заморозить лапки, когда он бегает по снегам в Сибири. Я кинула внутрь этого кармашка Бадди маленький помидорку Черри. И сейчас вот он с ней там играет в нем, в этом кармашке. Видите? Вот помидорка Черри периодически появляется. Соболевидный мохнатый шар. Ну, в общем, у Бадди теперь много развлечений с этой новой штукой. Он ее использует по полной. Я не знаю, сколько она проживет. Надеюсь, кармашек... Продолжение следует...